Значит, мы, помнится, остановились на логике. Я определил логику так, мыслящая форма отделяет чувственную форму от предмета, который различает чувственную форму от предмета. Различает в том смысле, естественно, что происходит осознание того, что чувственная форма определяет собой предмет. Мыслящая форма понимает, что чувственная форма определяет собой предмет. До сих пор шла восприятие феноменологии, речь шла о становлении предметов. Точнее говоря, становлении качеств. Феноменология – это была наука о качествах. При этом качества у нас были стоящие в одном ряду. То есть мы научились ставить рядом звуки, цвета в определенной модальности. Но сочетать звуки и цвета можно только, понятное дело, на почве предмета, вещи. Как свойства вещи. Этого, я просто напоминаю, этого феноменологии не было. Однородные качества. Вот чем мы работаем. Понятно, что чувственная форма определяла предмет, но осознания этого не было. Логика начинается с того, что мысль, мыслящая форма, осознаёт то, что чувственная форма определяет собой предмет. Сначала чувственная форма, затем предмет. Ну, логически, конечно. При этом здесь не созерцание. То есть мы не имеем дело с пустой чувственной формой, которая предчеркнула предмет. Мы делаем дело с определением чувственной формой предмета. Что это значит? Что чувственная форма берётся в определение предмета. Это значит, что чувственная форма вновь и вновь определяет предмет. Это всё в феноменологии. Нет, это уже логика. Это уже логика. Это уже логика, да. Чувственная форма… Логика начинается с того, что мысль отделяет чувственную форму от предмета. Отделяется в том смысле, что определяет предмет. То есть это осознаётся, что чувство определяет собой предмет. Что значит «определяет»? это значит, что определяет вновь и вновь. То есть чувственная форма опосредует собой переход от одного качества к другому качеству. Под предметом я понимаю качество, потому что наследство от феноменологии осталось качество. Переход от одного качества к другому качеству. Опосредует. Чувство опосредует собой переход. Чувство раньше качества и чувство опосредует собой переход от качества к качеству. Вот эти два высказывания, они тождественны. Чувство раньше качества и чувство опосредует переход от качества к качеству. Почему последует? Потому что раньше. Так все-таки качество, как качество, это заслуга чувства или заслуга мысли? То есть у нас какая схема? У нас переход, и вообще любое изменение, контраст, это чувство. Мы раньше, по крайней мере, так давно-то мы мыли. А качество, как качество, это не просто эйдос. Кто? Эйдос. И вот эйдос это есть продукт мысли, а чувство только различает. Или мы сейчас все-таки считаем, что качество это точно так же продукт чувства? У нас было, что качество понималось, как развитие. Качество, как различие качеств. То есть вот-вот. Вот-вот. И поэтому в этой логике, естественно, качество есть продукт чувства. Да. Но не мыслящая. То есть это не мыслящая форма, а это еще чувства не было. Ну, что это значит? Когда было вот-вот, на самые первые наши шаги, в ситуации вот-вот, мысль и чувство не различались. Это как бы первый шаг, первое движение феноменологии. Мысль и чувство не различались. Потом мысль отличает себя от чувства. Получаются другие ходы. Поэтому сказать, что это чувство, а не мысль, ну, только в том смысле, что на той стадии, на стадии вот-вот, когда и качества еще нет. Еще и качеств нет, есть просто вот, вот. Без различия качеств. Здесь мысль, конечно, уже есть, но не отличает себя от чувства. При становлении качества, при развлечении цветов, запахов, мысль уже отличает себя от чувства. Себя определяющих, да. И получается качество, получаются запахи, цвета и все прочее. Получается ряд однородных, одной модальности качеств. Все, на этом феноменология заканчивается. Мы даже научились различать цвета по светлости, яркости, интенсивности. Вот, все, больше делать нечего. Дальнейшее движение у нас заключается в том, что теперь мы осознаем, что чувство определяет собой качество. То есть мысль отличает чувство, как причину, качество. В феноменологии такого нет. Взять чувство, как причину, основание, качество, такого феноменологии нет. Когда мы говорили вот-вот, или вот два цвета. В общем, чувство, причина, качество, а не мысль. Мы не можем мысль отличить от чувства, да, на определенном теории. А когда мысль отличает себя от чувства, то мысль понимает, что она причина. Она причина, как сказать, если чувство будет причина, то и получится так, что человек будет во власти внешнего. Ну, в данном случае мысль будет во власти чего-то внешнего. То есть чувство, и мысль будет во власти чувства. То есть получится, что предмет, когда это добреет. Он сам по себе какой-то. И мысль во власти того, как этот предмет есть. А если мысль является причиной, то тогда действительно предмет становится формой, которую мысль ей придаёт. Нет, ну, чувство ведь это и на бытии мысли, поэтому просто они не являются чем-то внешним в отношении к мысли. Нет, ну, в основании этого различия опытано в зависимости. Есть в фундаментарном различии искусства форм и чувств. Мы не можем сказать, что чувствственные формы только, на самом деле, иная мыслящая форма. Все-таки каждого есть некая а самодостаточность. Нет, конечно нет, я просто не могу, я просто подзабыл, как конец феноменологии у нас строился. У Бегеля все редукцировано от мыслей, у Бегеля так, но мы уже не хотим их повторить Бегеля. У него в итоге, на самом деле, все есть мысль. И чувствую, это как бы некая недомысль, да, недомысль, которую надо домыслить, как бы, и в совершенном состоянии, да, вот, в развитой мере. Окончено это некого рода мысль. Ну, простая, конечно, но мысль. Просто когда мы делим еще раз вот феноменологию и логику, речь идет о том, что есть некое различие между мыслью, которая все-таки в сфере логики обитает, и чувством, которое в сфере феноменологии. Конечно, логика и феноменология торгаются бесспорно, но, тем не менее, как бы вот есть некое существенное различие, да, которое нельзя редуцировать только в логике. Вот у гейдеров вся феноменология и в итоге редуцирована логика. У него, кроме логики, ничего нет. И, собственно, феноменология у него только какая-то пробегика, да, то есть понимание того, какую сторону логика. Но мы пытаемся, как я только понимаю, что феноменология у нее своя, некая область есть, а логика некая своя. Вот область логики – это отвлеченность формы от предмета. Осознание предшествования формы предмету. Предмет уже есть, качество, стоящее качество. Конечно, и в феноменологии мысль определяла чувство, а чувство определяло предмет. На результате мы имели изменения в предмете. Сначала предмет был просто вот, потом предмет стал качеством, потом предмет образовался в пространстве. Сначала образовался в пространстве, потом получил качество. Мы не брали форму отдельно от предмета. Сейчас мы хотим взять форму именно в определении предмета. То есть сначала форма, потом предмет. Если с точки зрения отношения мысли и чувства, то мы находимся на той стадии, когда мысль понимает, что чувство определяет собой предмет, но мысль еще не понимает, что она, мысль, определяет собой чувство. Ну да, то есть отличено чувство от предмета, но не мысль от чувства. Да, но не мысль от чувства. Следующим шагом будет отличение мысли как причины причины, как причины формы, чувства, которые являются причиной предмета. Но сейчас первый шаг логики, это мысль отличает чувство от предмета, но не отличает себя от чувства. Что мы получаем? Мы получаем мысль как причину предмета, мысль раньше предмета, чувство раньше предмета. Что это значит? Это значит, что чувство опосредует собой переход от качества к качеству. Почему чувство раньше? Потому что опосредует. Это как бы одно и то же утверждение. Чувство раньше предмета, это значит, что чувство опосредует собой переход от качества к качеству. Это могут быть чувства без предмета? Нет. Пустой формы чувства нет. Поэтому, когда мы говорим, что чувство берется в определении предмета, в причинении предмета, то мы имеем в виду причинение вновь и вновь. То есть переход от одного качества к другому качеству. Вновь и вновь чувство опосредует собой переход от качества к качеству. Что это также означает? Это означает, что при переходе от качества к качеству, чувство сохраняет свою тождественность. Чувство остается тождественным себе. При переходе от качества к качеству, чувство, которое опосредует этот переход, остается равным себе. Именно в этом переходе чувство остается равным себе. То есть оно может быть равно себе без перехода от качества к качеству. Но при опосредовании чувством перехода от качества к качеству, чувство осознается как тождественным. Получается, что тождественное себе чувство прежде, осознается как прежде качество. И при переходе от качества к качеству, чувство опосредует этот переход и остается прежде перехода. Тождественное себе чувство прежде качества. Но вряд ли можно сказать, что оно прежде перехода. Если она опосредует собой переход... Она же осуществляет свое предшествование как раз в переходе. Поэтому до перехода это как-то совсем странное выражение. Да, значит, не годится. Она не может быть раньше перехода. Она свое предшествие выражает именно в этом переходе. На мой взгляд, здесь возникает такая вещь, как единство места. Если форма тождественная себе, вот рисую саму деле, форма тождественная себе, это тождество существует при условии перехода от качества к качеству, то форма как форма, как это, остается равной себе. Поэтому переход от качества к качеству сознается в единстве места. То есть в единстве той границы, в которой этот переход совершается. просто потому, что форма тождественная себе, просто потому, что форма раньше качества. То, что форма раньше качества осуществляется в опосредовании перехода от качества к качеству, в этом опосредовании форма равна себе, и здесь, на мой взгляд, появляется единство места. То есть появляются условия для соотношения разных модерностей. Помидор красный, помидор круглый, помидор мягкий, помидор сочный. От красноты к круглости, от круглости к сочности мы переходим на том основании, что есть единство мест. — Эмпирическое единство? — Да, это эмпирическое единство. Это еще не вещь. Я говорю помидор, но здесь нет еще помидора. Помидор — это вещь. То есть различные качества соотнесены между собой, соотнесены на основании единства места, на основании тожества границы, в которой происходит эта смена. Форма отрождественна себе. Зрение — это глаза. Запах — это нос. Звук — это ухо. Как мы переходим от глаза к уху? Мы переходим тем способом, что мысль берет чувство как форму. Потому что и зрение, и слух — это форма. Зрение и слух по предмету различны, причем несоотносимы. Даже не различны, а просто несоотносимы. Но как форма, если мысль берет чувство как форму, а мысль интересна только эта, потому что она с самого начала берет чувство как форму предшествующей качеству. Вот этот шаг, мысль берет чувство как форму предшествующей качеству, дает нам единство формы при переходе от одного органа к другому органу. И зрение — форма, и слух формы. И как форма они тождественны. Поэтому можем перейти с помощью мысли, разумеется. Мысль берет чувство как форму, в которой существует предмет. При переходе от одного качества к другому мы удерживаем чувство как тождественную себе форму. То есть единство предмет — это единство формы. Или все-таки это единство предмет — это эмбирическое единство самообраза. То есть предмет у нас англии красный, там, звучащий, сочный и прочее. А мы только как бы воспроизводим, форма — это воспроизводит. Или форма едина, и какой-то там податливый вид выстраивается то, что возникает единственникой, который мы называем вещами. Единство — это чье производство? Это эмбирическая данность предмета или это наша деятельность, деятельность формы? Я бы так, например, сказал, что единство формы в предметном смысле — это единство места. Это единство места. То есть что мы осознаем? Мы осознаем, что фонтан блестит и шумит в одном и том же месте. Получается, что единство предмета — это вещи и единство формы. Чтобы фонтан журчал в одном и том же месте, он должен быть. Не, не, Палат. Тут как бы штука в том, что это точно не единство самого предмета. А вот как сформулировать единство — это чего? Может быть, это телесное единство? Это чувственное единство? Потому что тут получается так, что это место выступает некоторой опытной достоверностью, но в этой опытной достоверности нам, собственно говоря, что достоверное? Не сам предмет, не его единство. А как тогда правильно его выразить? Чувственное, телесное? Это, конечно, чувственное единство. Это чувственное единство, потому что есть форма чувства. Она при переходе от цвета к звуку остается торжественной. Причем она предшествует и цвету, и звуку. Она в качестве предшествующей качеству опоследует переход от качества к качеству. Ну вот, например, у Гейгеля, там возникает как бы тилемма. Когда он обсуждает понятие «вещи», мне получается так, что либо сама вещь, там, допустим, кусок сахара белый, сладкий, там, квадратный и так далее, либо он у белых сладких квадратных благодаря тому, что мы свели в одно, в нечто одно, белизну, красноту, белизну, сладкость и, там, глажанность. Кто все-таки виновник единства? Виновник единства – мысль? Или просто то, что наличествует в некой единице, в реальность, мы просто воспроизводим? Понимаете, Гейгель сразу берет отношение вещи и свойства. Кусок сахара – это вещь, на которую, как на вешалку, навешиваются свойства. Он не рожает вещи, а мы сейчас пытаемся родить вещи. У нас фонтан – это еще не вещь, имеющая свойства, потому что звуки, цвет, брест, шум – это еще не свойства фонтана. Мы просто имеем единство телесное, единство места, и это единство существует при условии смены, перехода. Гейгель совершенно иначе – белое, квадратное, сладкое – они сами по себе. Может быть, сладкое – без белого. Белое – без квадратного. А у нас есть единство при переходе, от сладкого к квадратному, от квадратного к белому. Только движение перехода сохраняет место. Только движение перехода сохраняет место. это еще не вещь потому что свойства как-то относятся к вещи а здесь нет отношения у нашего куска сахара нет отношения к свойству где везде свой то есть просто единство существующие при условии перехода простым условием ничем пока ничем больше пока ничем больше да вот все равно вопрос вроде бы ясно что тождество формы является условием перехода вот цвета к звуку но мы не можем сказать что на раньше перед ну да опять таки вы не имеет тождество формы как пустую волну опять этого нет и содержание тождество форма условия перехода от отзвучит блестит так что все это является место или это условие или тождество форма для ее вместе ведь казалось бы сознание настолько очуждено само себя что оно не может говорить что и удерживает некое тождество формы для того чтобы получить возможность перехода видите чувство это форма это не предмет поэтому когда мы говорим о тождестве формы то на самом деле предмет на это явно как единство место только формы как предмет не дан значит это получше пустая форма которую пустая опосредует является условия сначала пустая форма потом потому что формах таковая не дана мы и удерживаем как единство в результате получаем предмет на получаем единство место удерживая форму мы имеем предмет на единство место очень единство форм форма себе не дана как форма то есть мы имеем единство место и делаем вывод что есть единство форм который для исключения этого единственности да причиной единства место является безусловно единство форма на единство форма как форма как формальное состояние не дано оно дано как единство место то есть мы все равно еще фильмы на логике ну это вопрос о словах я бы назвал это уже логикой потому что происходит движение к вещей видно уже что идет движение к вещей раз мы соотносим цвета и звуки то это уже мы лепим вещь но пока форма не дана сама себе мне кажется это феноменология пока она пытаясь разглядеть за некими феноменами за некими феноменами саму себя это означает феноменология когда она будет дана себе это будет логик потому что не нужны уже сами феноменами а она может сама с собой работать собственно погрузить волос логики и все так а когда я пытаюсь соотнести зеленый цвет ручок су и черный цвет точнее и шумную работу видеокамеры два разных переломных предметов то по всей видимости я не могу здесь сохранить форму как таковую или как ту же форму самой себе и в этом в этом смысле для меня это проявляется таким способом что они имеют разное место камера и бутылка точенцов так или вроде так то есть как бы вот эти два два полюса одно тоже место одно чисто субъективное выдержанное в качестве субъективного оно проявляется оно как единство единство места то есть как некая протяженность или пространственность во вне мира да? да то есть чистая трансцендентальная философия то есть внутренняя проецируется во внешне и издает форму предмета внутренне как внутренне нет если бы она была в достоверном качестве таковой ну да я говорю процентальная философия не нифига для трансцендентальной философии у тебя должна быть форма равная себе как бы злого опыта то есть ты можешь разделить эти два ровно ну чистая должна быть чистая форма вот форма как форма и форма хорошая то есть не удерживается то есть место как некая частота она не удерживается, правда? нет, конечно, нет только с ним всегда есть переход а место никогда не есть у меня место всегда позади и помидор просто красного круга да не надо говорить о присутствии на самом деле то что перед домой что передо мной? вещи или просто некой горизонт? просто некое присутствие слово уже есть красиво зачем говорить место? присутствие вот передо мной что-то развернуто то ли это одна вещь, то ли это много вещей то ли это просто какой-то обширный горизонт не, не было все это было вот красное стеклянное звенит здесь нет вот заблуждения красное звенит здесь же места нет, получается почему? то есть, с одной стороны, красное звенит благодаря тому, что он не сидит к одному месту но с другой стороны, места, где это красное звенит его нет да почему именно? потому что есть место мы в состоянии соединить что красное, ну в данном случае зеленое звенит так мы место так и таково удерживаем да только в акте перехода от одного качества к другому но в качестве отдельного события удержание места невозможно ну а как мы хотели видишь на самом деле отдельно стоящие вещи почему вы указываете на какую-то вещь и перечисляете как бы ее качество а почему не переходить сразу например там качество прозрачности рядом стоящего чего-то другого условия почему сразу почему мы все-таки крутимся вокруг одной вещи почему мы не переходим от вещи условия тождества предмета есть изерцаем в качестве никакого условия место в качестве места изерцаем нет но это теоретически посылка на самом деле ну в смысле пространственность развернута а на самом деле ну как я и говорил галисонт что такое галисонт это есть пространственность от рук grande не сосерцаем потому что это модно короче говоря о таких разных вещах через запятую просто не возможно это возможно потому что пространственность которая перед нами развернута оно уже отдельное арм или как он включён Какие-то качества мелькали, да? Или все-таки они развернуты в пространстве? Развернуты в пространстве качества, цвета, запахи, звуки — это феноменология, это мы проходили. Возникает новое чувство. Когда я перехожу от красного к синему, я не осознаю чувство, как отождительное себе, а последующий переход. Этого нет. Просто разное пространственное событие. У меня даже мысли нет в голове — удержать чувство как условие перехода от красного к синему. А здесь мы начинаем с того, что отличаем чувство от качества, от красного, например, и мыслим его... И как-то мыслим чувство как тождественное себе. И это тождественное себе чувство мыслим как условие перехода от качества к качеству. Теперь мы уже, если оно тождественное себе условие перехода от качества к качеству, мы уже не можем перейти от красного к синему. Потому что тождественное себе чувство предполагает единство границы. В одной и той же границе не может быть и красное сиение. Наш опыт волей-неволей приходит к разной модальности. Теперь для нас переход от качества к качеству обязан быть переходом от модальности к модальности. Потому что в одном месте красное сиение, разумеется, не бывает. Если оно меняет цвет, то мы снова возвращаемся к единственному месту. То есть цвет изменился, а форма восприятия, в данном случае глаз, но кухон не обязательно в данном случае приходить, если просто менялся цвет. А предмет глаза поменялся, а глаз как форма восприятия остался тождественным себе. Единственное место – это единство присутствия, единство того, что передо мной. Ну вот при том условии, если мы понимаем, что это единство существует только в переходе от качества к качеству. Да, но это не… Это не кегеревское единство, еще раз. Это не единство и вещи, опять же, да, мы считаем, что это может быть переход от от красного одной вещи, так к синему другой вещи. Тогда это не будет удержания формы, потому что придется двигаться в пространстве. Но если они рядом, находятся, в присутствии, то есть они вот передо мной одновременно находятся и рядом. Ну и места так разного. Так вот, единственное место, так это не начать единственное – вещи сразу. Ну как, у вас получается что-то определение, единственное место – это просто определение того, что называется вещи. А вот если бы единство присутствует, тогда вот то, что передо мной, как бы, многообразное и все. Я еще не различаю их там по вещам, по единственному, какого-то вечному. У вас была сразу исчезнет иллюзия вещи, если вы вспомните, что единство чувства существует только в переходе от качества к качеству. Только движением от качества к качеству. Блестит, шумит. Шумит, блестит. То есть два качества – вы будете прыгать, как коза, все время, чтобы удержать единство формы, которое предметно существует, как единство границы. Единство места. Но все время надо будет шагать. Это никак вещи не назовешь, но в классическом смысле. Вещи – это нечто, можно повесить, как шляпу на гвоздь, повесить качество. У вещи качество отдельное, каждая мысль спокойная, независимая. Ну, как у Гиггера – белая, твердая, сладкая, квадратная. Переход не важен совершенно для Гиггера. А наше единство существует только в переходе от качества к качеству. Никак это не вещь. Это еще не вещь. Видите, что получается? Единство чувства опосредует переход от качества к качеству. Но то, что опосредует, само лишено опосредования. То есть чувство как бы себя целиком переходит от одного качества к другому качеству. То есть настоящего опосредования еще нет. Мне кажется, это может выглядеть таким образом, что, переходя от красного к сочному, мы забываем о красном. Переходя от сочного к мягкому, мы забываем о мягком. Но совершается переход, но этот переход непосредственный. Мы говорим, что чувство опосредует переход, но само чувство в себе опосредование не заключает. Мой чувство в себе опосредование не заключает, поэтому опосредование тоже носит такой вот еще девственный характер, наивный. То, что опосредование, то, что опосредует, я повторяю в третий раз, должно заключать в себе опосредование. А чувство мы знаем только то, что оно тождественно себе, и что оно опосредует переход от качества к качеству. Чувство должно в себе заключать некоторое отношение. Потому что опосредование – это отношение. Чувство не осознается как отношение. Как бы опосредование есть, но это опосредование отношений к качеству. Наверное, так надо сказать. Опосредование есть, ну, опосредование есть уже отношения. Но это скорее отношение к качеству, а не отношение к самой форме, самого чувства. Как нам получить отношение, чувство с собой? Потому что, если мы говорим, что чувство тождественно, а затем мы говорим, что надо понять чувство как отношение, то есть опосредование себя собой, то опосредование здесь может выслиться только как отношение с собой. Качество – это просто отношение к качеству. А чувство, если мы хотим, чтобы оно действительно опосредовало переход от качества к качеству, чувство должно быть понято как отношение с собой. Тогда чувство останется тождественным, и в то же время оно будет действительно опосредующее. Только опосредуя себя собой, чувство может действительно опосредовать отношение к качеству, переход от качества к качеству. А разве чувство может себя знать? Ну конечно, мы же с самого начала сказали, что исходное состояние, с которым мы логику начали, когда мысль сознает чувство отличным от вещи, но не сознает себя отличным от чувства. Не, ну мысль-то может отличать себя от чувства, а чувство-то не может себя отличать от себя. Мысль отличает себя от чувства, а чувство как себя от себя отличает, это как-то по-моему. Ну глаз видит переменную, а не может себя видеть. Ну да, это вопрос, как мы приходим к тому, что чувство соотносится с собой. И кто вообще соотносится с собой? Понять чувство как отношение с собой можно только при условии, если мысль сознает себя причиной чувства. Отличает себя от чувства, не только чувства от предмета, но и себя от чувства, и сознает себя причиной чувства. Впрочем кажется, что у чувства единственное свойство не объявлено, что оно всегда непосредственно. То есть оно всегда на самом деле есть, непосредственно отнесено к предмету. Это означает, что чувство никогда не может знать саму себя. Потому что она никогда себя объявляет и не может отмечать. Совершенно справедливо. Совершенно согласен. И тем не менее мы должны опосредование, если мы имеем дело с опосредованием отношения качеств, мы должны это опосредование понять как отношение с собой. Чувство не может с собой соотноситься, совершенно согласен, оно непосредственно. Но мысль есть отношение с собой. Поэтому, когда мы говорим, что мысль отличает себя от чувства, то мы что говорим? Мы говорим, что мысль есть деятельность отношения с собой. Только в мысли мы имеем отношение с собой. А мы действительно есть ничто иное, как отношение с собой. То есть не воспроизведение себя в качестве причины предмета. Так было в феноменологии. Мысль воспроизводила себя как причина предмета. А здесь мы имеем ситуацию, когда мысль воспроизводит себя как отношение с собой. Мысль себя и знать иначе не может, как отношение с собой. И поэтому, когда мы говорим, что мы опосредуем отношение к качеству, на самом деле мы говорим, что мысль соотносится с собой. Мы в мысли достигаем действительного опосредования. То есть сначала мысль соотносится с собой, а затем это является условием отношения к качеству. Ну если хотите поговорить, я дальше сегодня двигаться не буду. Мы совсем готов к дальнейшему движению. То есть все-таки задача о том, чтобы однажды достигнуть состояния, что чувства будут соотноситься с собой, нет? Нет. Просто вы проговаривали, может, так выведете? Ну да. Требуется. Чувство как таковое не является действительным опосредованным. Оно предварительное опосредованное. Значительно опосредует переход от качества-качества. В качестве тождества. Но это тождество непосредованное. Чувство просто остается тождественным в себе при переходе от качества к качеству. И все. Действительное опосредованное может быть только отношением с собой, но уже не чувства, а мысли. Так вот раньше, так у нас и было. У нас раньше было утверждение, что не чувство тождественное в предмете, а только мысли. А чувства только ее различают. Только дают нам, ухватывают контраст. Вот есть некого рода изменения. Чувства как-то дают контраст, а мысль, она вот дает тождество, как тождество. Так что, теперь у нас тождество 2? Чувство – это непосредственное тождество. А мысль – это отношение с собой. То есть тождество 2? Тождество можно, если мысль – причина чувства. Мысль – причина чувства, и то тождество, которое… Точнее, отношение тождества, которое является мысль, воспроизводится так же и чувствует. То есть чувство всегда восприемнется. Самое чувство всегда пассивно умрашивает. Ну так, что тут сказать? Так просто логически получается, что сначала мысль отличает чувство от предмета, но еще не отличает себя от чувства. Это просто получается, что я могу сказать. Оно, конечно, самого начала главное, но это самовое мышление не ясно. Нет, просто если мысль в самом начале главная, этого не получится, либо просто гиги. В Гегере это же так, изначально просто мысль, как некая всеобщесть подникает просто во всю феменологию, а потом себя осознает. Вот и все. Ну, если будет так, в шоком смысле да, но в Гегере совсем другие ходы, шаги. Вот если мы говорим о вещи, то у Гегере это действительно совсем другая вещь. Нет, просто было желание, скажем, была надежда, что вы укажете место, чувство как чувство в виде некой самостоятельности, да, где не будет чувства полностью редукцированных мыслей. эти чувства само будет иметь какой-то вес. Ну, допустим, оно будет отвечать за какую-то чувственную дожесть. Вот, как вот здесь вот пролегает некую границу. Как это получается? Либо чувствуя... Имеет вот это самостоятельное значение, вот, например, отличаясь за чувственную дожесть, да, помимо того, что с мыслей. Либо, на самом деле, как-то царствует и властвует мысль, а чувствует просто некая пассивная среда, которая просто воспринимется всего так, если можно. Если бы она воспринимется, то это получится просто Гегере, ну, по-другому посту, но Гегере. А если все-таки выстраивать немного более, как мне кажется, ближе к реальности, то чувство имеет некую свою самостоятельность. И что там от себя, как вот, самостоятельной формы дает, помимо, как бы, той формы, которую дает мысль? Ну, что же это было? Что получается, то получается. Действительно, все движение заключается в том, чтобы обнаружить за спиной чувства мыслей. Это да, так получается. Что получается, то получается. Если у вас была надежда на какую-то действительно фундаментальную самостоятельность чувства, ну, просто, на что бы это значило? Что? Стенами или же мыслей чувствами? Это тоже смешно. Когда мы говорим вот-вот, мысль вообще еще о себе ничего не знает. А просто непосредственно отожжяется на чувства. Но она себе не знает, но она участвует в этом мотру? Ну да, уже участвует, конечно, короткий. А в качестве? Получается, когда-то все-таки схема старая, оказывается верно, что чувство только различает, а всю страну тождественность, в том числе и тождественность с качеством, это дает у нас? Надо подумать. Думаю, что в общем виде, да. Это у вас старая система, качество это эйдос, он как бы не является мыслью, собственно. Он каким-то образом синтезируется с тем изменением, с тем процессом фиксирования контраста, которые есть в чувствах. Они объединяются и получается то, что мы видим. Ну, сейчас совсем другой разговор. Сейчас мы говорим... Тот разговор можно было развести к вот, что действительно к Гегелю. А у нас с вами вот-вот, это совсем другое построение. И мы удерживаем это вот-вот, потому что мы опять имеем опосредование отношения к качеству. Переход от качества к качеству обязателен. Мысль к отношению мысли с собой, то есть у нас нет нигде эйдоса. Понимаете, эйдоса просто негде поместиться. Есть только вот-вот, в все более усложненное видео. Никакого вот-вот, то есть никакого созерцания. Все до сегодня.